Всем привет! С вами снова я, Веслан. Какой Веслан? Бомж-ми-я! Что? Ты на 24 часа? Я стал бомжом. Сегодня мы попробуем выжить. Он здесь, в поморке. Как я стал бомжом, вам интересно. Вот так. Я снимал мусорный контент и я касался на мусорке. Ребят, мы запускаем новый интерактив. Вы в комментариях должны писать идеи для новых видеороликов. И если ваша идея крутая и классная, мы ее реализуем и вас упомянем в видеоролике. В этот раз мы передаем привет вот этому вот подписчику. Привет тебе, дружище. И спасибо большое за идею. 24 часа стал бомжом. Вот так. И в этом видеоролике вы узнаете бомжарский лайфхак. Например, шапка. Шапка это хорошо. Чем больше одежды, тем лучше. Зима, время сурово. Вы понимаете, у меня тут оп-оп-оп-оп. Очень много слоев одежды. Этому лайфхаку меня научил Петр. А вот это не простая шапка. Это дырявая. Видишь, дырка в шляпе? Видишь? Так, на, подержи пока оператор. Ой. Сдал бы ты, где я нашел эту шляпу. Ну ладно, не важно. Так вот. Дырявая шляпа она. Оооо. Лицо греет. Ооо. 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 Ну ничего. Тоже сойдет. Вот это мой дом. Ну вы поняли, моя дача. Ха. Хоробы. Ха. А вот там вот, это лайфхак. Еще один бомжарский лайфхак. Я знаю, что у вас среди моих жителей много бомжей. Напишите в комментариях, если вы тоже бомж, как я. Так вот. Мы рассказываем для вас лайфхак. Очень полезно сделали вот такие ваш шуки. Это для пластика. Там нет ничего. Вообще ничего нет. Сколько раз говорил, ничего там нет. А вот здесь вот, там бывает. Ну, недавно подъехал Борисович Васильевич. Фик его знает, как его зовут. А, и это. И увез. Весь хабар. Ооо. Бля. Бля. Для кого сказано, туда пластик. Туда. Чтобы выжать 24 часа. Все равно что-нибудь надо пожрать. С помойки, ну такое себе. Можно откинуться. В лучшем случае. А в худшем целый день. Вот. Ну, поняли. Чтобы заработать чуть-чуть, надо кому-то помочь. Ну, что-то хорошее здесь. Если женщину встретить, скажи, что она красивая. А если мужика, что он хороок, что там, не знаю. Ну, или помогите. Обувь там его почищать. Фу. 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 Ну и что я вам помогаю? Какой помогаете на выход, молодой человек? А что у вас случилось? Вы такой заметок? Да, в машину делаю, продать не заводится. Выйдите, пожалуйста, вы мешаете очень сильно. Машина! Хорошо у вас из будущего, что ли? Из будущего? Давайте на выход, пожалуйста. Сейчас, сейчас, ухожу, только не бузить. А нам это можно чуть-чуть денег? Я вам обувь помыл. Да, на выход. Да ладно, хорошо. Я вообще-то механик. Я механик. Так. Ну у вас тут все понятно, смотри, у нас колесо спустило. Накачайте тогда. Так. Не вопрос. Не вопрос. А что не заводится? Проверяй там карбулятор, смотри. Это что такое? Карбулятор? Ага. Это важная вещь. Сюда. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Вот это надо поделать. Тя-я-я-я-я-я-я-я. Вот. Так вот. Что это такое? Сейчас починем. У вас, видите, тут коробочки. Давайте так. Одну коробочку вам, чтобы запустить, а три коробочки мне. Я. Договариваюсь. Да, договариваюсь. Ха-ха-ха. Блин, лох. Я коробочку взял. Включай. Оп. Так. Хо-хо. Феррари. Да и вы бы хотя бы отряхнулись перед тем, как садиться. Да я вот у меня. Это же ладо. Ха-ха-ха. Так. Ого. Видали? Подсиферки какие-то появились. Так. Подсаж. Поаккуратнее можно? Вот так вот. Я, конечно, все понимаю. Какой-то он бомж, или как его можно назвать? Бомж. Непонятно какой. Я вызывал лучших мастеров, чтобы мне машину сделали, чтобы я ее продал. Подороже. Это что за новости? Мы так не договаривались? А? Мы так не договаривались. Из машины выходи. Я проехаться у вас. Я еще диагностический модуль подключил. У вас тут ошибочка написана. Ядро реактора не установлено. Надо обязательно установить. Ставьте лайки. Пишите в комментарии. Если вы хотите, чтобы мы установили ядро реактора, а в ядро реактивную важную ручку. Вот. Надо активно. Странный тип. Я таких не встречал. В общем, да здесь все понятно. Смотри. Вот так вот запускается управление системой. Сейчас сюда, смотри. Вот так вот. Получается управление полетом. Вот так вот. Не мешай. Так, управление полетом. Вот оно. А вот, да. Управление полет там точно. И для запуска реактора необходимо вон ту кнопку нажать. Но она здесь, короче, как пульт удаленного управления. Можно так вот сниматься. Я все понял. Разобрался. Но вот проблема. Видишь, нет изображения. Энергии достаточно. Здесь тоже должно быть изображение. А его нету. Это знаешь, о чем говорить. О чем? Потому что ядро реактора не установлено. А так-то все может уже, в принципе, полететь. Надо его поставить сюда. Но быть очень осторожным. И, ну, тут два варианта. Либо мы получим очень много энергии. Что два дома можно будет запитать от этой восьмерки. Либо она полетит. Ну, в зависимости от состояния. Сам факт, что здесь ядро реактора способствует очень большому выплеску ядерной энергии. Ну, сам понимаешь. Ядерное ядро, ядерная энергия. Все дела. Вот. Неспроста здесь находятся в приборной панели все эти цифры. Это все для контроля реактора. Например, вот вольтметр. Здесь сейчас 13. А когда случится ядро реактора, я думаю, будет достигнуто максимальное значение. 99 вольт. Такое убить можно, на самом деле. Это очень опасно. В общем, ребят. Если вы хотите, чтобы я установил реактор в эту восьмерку. И вы действительно посмотрели, на что у нас способно. Пишите. Потому что это целая операция. Потому как мы будем устанавливать реакторы. А сейчас я, пожалуй, девушку цепанул. Звучит. Знаешь? Мне не понравилась ей восьмерка. А, потому что ты единственное место занял здесь оператор. Блин. Бомж на кибер восьмерке. Вот это да. Домский просьмерка не сделал, дыр, дыр, дыр. Один. у меня сервисы вот вам первая зарплата нет ошибки вот так ты чё? я чё тебе наложаю в руку на голову, а? ты бездосмен, так я щас тряпками, вот, другой же завод, а то начал тут сначала одно, потом другое, это шо, ааа, я думал, надо а это чё, подмести надо? я мясо думал, а это пигопласт ну всё, я с такой зарплатой тут пару недель поработаю и вернусь к нормальной жизни, а то у меня заело быть бомжом, да что такое, бомжом оооо, блять ты оооо, аааа, хорошо ааааа ну дожди, я дожду сярик раз, два три а это что? бомжобак ого а это что? а это что? а знаешь что это что такое? да что? Ну и пошел этот предприиматель, стажер-миллионер, бред какой. Короче, видишь, темнеет быстро, когда снег и холодно, ногти становятся. Самое сложное, когда ты бомж, найди ночлег. Особенно, когда ты такой бомж, как я, на теплотрассу тебя не пустят и нигде тебе не рад. Надо искать какое-то место, где можно переночевать. Сейчас я буду продолжать там учить бомжарские лайфы. Видишь, все нора. В таких норах, когда очень будьте осторожны, ребята. Ночью в такие норы лучше не залазить. Сейчас объясню, почему. Потому что, возможно, вы... Ну вот, давай, типа ты залазишь. Давай, саново показываю. Залазь. Вот ты залазишь, да. А бомжара может на вас напасть ночью. Понимаешь? Потому что бомжары в таких норах очень холодно, а если вам интересно, откуда эта нораха здесь появилась, то посмотрите вот этот видеоролик по-подсказке. О-о-о! Все узнаете. Этот вариант нам не подходит, чтобы одежду не морали. Есть вариант поискать съемный контейнер. Так-с. Не то. Так-с. Тоже не то. О-о-о! Помойка! Хо-хо-хо! О-о-о! Помойка! На конёсах причём! Найдём! Во! О-о-о! О-о-о! Хоромы! О-о-о! Всё! О-о-о! Вот это я нашёл настоящее бомжарское пристанище! Помойка на колёсах! Спасибо тупому блогеру, который здесь её поставил. Так, ну, я-то не бомжей, да? Правильно я понимаю? Мне-то можно просто домой идти с папой, зачем мне начало? Вот это все надо, а? Правильно я понимаю? Знай! Знай! Что? Я с тобой не буду спать. Дай денег. Нету? А на гарду берешь? А туда, пиво нет. Приход получил. Чего? 50 рублей? Ты что, обурдел что ли? Ты айфон свой продай и все нормально будет. Так все подумают, что я вообще бомж тогда без айфона. А так хоть все понимают, что я просто хипстер, миллионер. Короче, ты мне надоел. Давай завтра утром. Увидимся на том же месте, около той же помойки, где и начали. Понял? Давай до завтра. Да ладно, я пошутил. Не собирался я друзей наших, младших, братьев. Нет. Так. По приколу. Ну если... Давайте, чтобы без обид было. Я вам, вы мне. Все, рассчитали себя. Короче, благодаря глупому бизнесмену, я очень быстро и очень легко смогу вернуться к нормальному образу жизни. Однако об этом мечтает не каждый бомж, к сожалению. К этому приходят, как сказать, спустя много-много времени, которое ты тратишь на алкоголь, на курение, на отсутствие образования. Поэтому, ребята, если вы не хотите стать бестолковым бомжом, то ни в коем случае не пейте, не курите и как можно больше учитесь. А также слушайтесь родителей. Так что, ребята, ни в коем случае не становитесь бомжами. Даже на 24 часа. Ничего приятного об этом нет. В любом случае, надеюсь, что вас видеоролик этот порадовал. Как минимум, чему-то научил. Как максимум, хотя бы насмешил. И вы поставите вот этим видео лайк. Подпишитесь на канал и нажмете на колокольчик, чтобы не пропускать те видеоролики, которые выходят каждый день специально для вас. Ну а с вами был я, Вячеслав Смылов. Или живее. Мы с вами увидимся совсем скоро. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok